Доброе утро, Даша! Он шел по улицам Фрунзе, 8 марта, Ленина, Толмачева, Свердлова. Цыганская площадь находилась раньше там, где сейчас находится Южное трамвайное депо. Деревянный вагон, деревянные сидения и даже пол деревянный. Кажется удивительным, что этот трамвай сохранился до наших дней. А ведь еще совсем недавно вагон использовался для проведения экскурсий и для съемок фильмов. А теперь его место в городском музее. Перед вами решетка безопасности. В случае экстренной остановки она опускается до уровня головки рельса, и человек попадает уже не под колеса, а на решетку. Приходили пенсионерки, которые рассказывали, как лично видели, как эта решетка людям в жизни спасала. Печки в вагоне не было, поэтому зимой, чтобы согреться, вагоновожатый подкладывал под ноги раскаленный кирпич. Как вы сами видите, деревянный пол. Тебе на шпильках, конечно, неудобно, но заносили валенки и было самое то. В роли пассажира я ничего нового для себя не открыла. Поэтому попробую разобраться, как в 30-е годы водитель управлял трамваем. Самое удивительное для меня – это стояночный тормоз. Чтобы поставить трамвай на ручник, нужно приложить немало усилий. Ну а вот чтобы снять его, нужно всего лишь нажать на педаль. Чаще всего такими трамваями управляли женщины, поэтому я в кабине водителя смотрелась вполне уместно. У трамвая достаточно необычный дизайн, потому что он проектировался на московском авиационном заводе. То есть он немного похож на самолет. Кабина в этом трамвае ничем не отличается от предыдущего вагона. А вот салон более комфортный. С мягкими сидениями, а самое главное – здесь уже есть обогреватели. Перед вами первый чешский вагон на территории нашего города – вагон Татра Т-2. Этот вагон был уже из Чехословакии с педальным управлением. Кабина этого трамвая уже более современная. Управление здесь педальное. Это газ посередине тормоз и педаль безопасности. Современные трамваи, на которых мы привыкли ездить, сделаны на базе именно такого чешского вагона. Если вы хотите почувствовать себя настоящим вагоновожатым или просто пассажиром раритетного вагона, добро пожаловать в музей истории развития трамвайно-троллейбусного управления. Субтитры создавал DimaTorzok